Осенние презентации AMD, Intel и Nvidia уже прошли, компании показали красивое и дорогое, брать которое мы не будем. Почему? Объяснили в одном из предыдущих роликов. На связи МК рассказываем, как собрать добротный ПК за 50 и 70 тысяч рублей. Ролик выходит при поддержке вашего лайка, подписки на канал и наш телеграм с ежедневными IT-новостями. Начнем с базы. В массовом сегменте между собой борются два процессора. Это Ryzen 5 5500 и Core i3-12100F. Стоят они сравнимых денег около 7 тысяч рублей и в простых играх решение Intel все же вырывается вперед. Но я советую все равно взять Ryzen, потому что проекты становятся все тяжелее и в том же Киберпанке четыре даже быстрых ядра временами захлебываются, что приводит к падению 0.1% FPS Low ниже 30, а это уже ощущается как фриз. У шести ядерных ряженки запас все же больше, так что мы остановимся на ней. Давайте подберем материнку. Смысла переплачивать за топовые решения на B550 или X570 нет. Дни АМ4 уже сочтены, больше новинок мы тут не увидим, поэтому добротной платы на B450 хватит и под будущий апгрейд. Главное следите, чтобы на цепях питания были радиаторы, да и фаз было не меньше четырех. Такие решения стоят около 8 тысяч. Они нередко продаются на Али комплектами вместе с нужным нам Ryzen 55500, но уже смотрите по цене. На данный момент выгоднее взять процессор с Али, а вот плату тут у нас в России, где вам дадут на нее гарантию. Если найдете за те же деньги B550, берите ее. С охлаждением все просто. Суперкулер нам не нужен, разгон умер, о чем мы уже рассказали, а за большим жором Ryzen не замечены, в отличие от последних Intel Core, кому интересно, смотрите прошлый ролик. Так что можно остановиться на простеньких башнях с тремя-четырьмя теплотрубками за пару тысяч рублей. В будущем такой кулер и восьмиядерное решение в играх без проблем вытянет. Разумеется, при желании можно сэкономить несколько сотен рублей и взять тот же самый снеговик с Али. Тут уже смотрите сами. Следующей на очереди идет оперативная память. По объему и скорости все очевидно. Два модуля по 8 ГБ в двухканальном режиме на частоте 3200-3600 МГц. Но вот где брать? Тут опять же решайте сами. ОЗУ сейчас стоит дешево и в крупных отечественных магазинах такой комплект можно урвать нередко дешевле 4000, что делает заказ с Али достаточно бессмысленным занятием. А вот теперь самое интересное. Видеокарта. Для игрового ПК это самый главный компонент. В описании будет ссылка на рейтинговую таблицу видеокарт, которую мы составили. С ней вам будет проще ориентироваться. После выхода RTX 4080 и обновленных RTX 3060 Ti мы ее дополним и также опубликуем в нашем телеграм-канале. Сейчас с видеокартами на Али творится смесь клондайка с минным полем. С одной стороны есть вкусные решения типа RX 580 за 5-6 тысяч рублей, а с другой по факту это перепрошитый из RX 470 ветеран двух майнинг бумов, уже давно с неродным охлаждением и ужаренным GPU. Аналогично отметаем всякие RTX 2060 и мобильные франкенштейны типа RX 6600M. Такие карты или сильно БУ, или собранные дендрофекальным методом дядюшкой Ляо в ночную смену. Все аналогичные карты лютый трэш, которые китайцы сливают глупим русским Иван, брать их, играть в русскую рулетку. Если этот довод вас не убедил, карта уровня RX 470 уже не тянет последние игры. 30 фпс на минималках сложно назвать комфортным геймплеем. Подробнее про карты, которые не стоит брать, у нас есть отдельный выпуск, можете с ним ознакомиться. Рассматриваем только новые современные видеокарты. RX 6500 XT отметаем, для ее раскрытия, да-да, именно раскрытия, нужна шина PCI-Express 4, значит более дорогие платы и процессоры, что делает ее покупку вообще невыгодной. Остаются два решения, это RTX 3050 и RX 6600. Первая быстрее в трассировке имеет поддержку DLSS, зато вторая сильнее в традиционном рендеринге. Так что тут каждый решает, что ему выгоднее брать. Предложений на обе карты по 20-22 тысячи на Али хватает. В России цена на 2-3 тысячи выше, если вам важна гарантия, можно рассмотреть покупку у нас. Идем дальше. Накопитель. Про жесткие диски забываем, уже давно в новых играх рекомендуют SSD, да и цены на последние снижаются не по дням, по часам. Флэш-память уже отдают дешевле себестоимости. Так что найти неплохой твердотельник на 500 гигабайт за 2,5 тысячи рублей не проблема. М2 закинем просто, чтобы не было лишних проводов, но вы можете найти любой SATA, разницы почти не будет. А вот на блоке питания экономить не стоит, именно он отвечает за безопасность всех компонентов ПК. С учетом дальнейшего апгрейда и горячего нрава современного железа имеет смысл остановиться на добротном решении на честные 550-600 ватт с защитами DC-DC и высокотемпературными конденсаторами. Такие решения обойдутся в среднем за 3,5-4 тысячи рублей. Ну и под конец корпус. Вещь совсем не обязательная, у меня больше месяца компьютер отлично работал на коробке из-под материнской платы в походном режиме. Ищите корпус с хорошей продуваемостью. Отдать за неплохую коробку со стеклом и вентиляционными решетками придется около 3 тысяч рублей. В среднем вся сборка обойдется в 50 тысяч рублей. Если не лезть в БУ-хлам, то сэкономить тут буквально не на чем. Падение ниже приведет нас к печальным i3-10100F с GTX 1650 за 40 тысяч, что обеспечит в играх чуть ли не вдвое более низкую производительность. Зато сборка на Ryzen 5 5500 и RX 6600 способна тянуть современные игры в Full HD на высоких и даже ультра настройках графики и есть хороший запас на ближайшие 2-3 года. Но если у вас на 20 тысяч рублей больше, трассировку и DLSS попробовать можно. Как гласит народная формула, хороший игровой ПК стоит около 1000 долларов. За эти деньги ваш ПК позволит наслаждаться всеми играми на максимальных настройках графики с FPS нередко выше 60. И тут снова борьба двух процессоров. На этот раз шестиядерного Core i5-12400F с таким же шестиядерным Ryzen 5 5600X. И теперь победа уже за синими. Их решение и стоит дешевле, и FPS обеспечивает повыше. Хотя разница в стоимости нивелируется платой. Хорошее решение на Intel B660 стоит на пару тысяч дороже, чем на AMD B450. Но и возможности они дадут больше. К примеру, ту же поддержку PCI-Express 4. Разгон памяти также будет доступен. В итоге за процессор с Али придется отдать около 12 тысяч рублей. Оплата обойдется в 10 тысяч. Разумеется, работающая с DDR4. DDR5 это что-то на богатом для владельцев RTX 4090. Опять же, в данный момент нет смысла брать готовый комплект с Али. Адекватных денег стоит разве что наборы с китайскими платами. Но брать Sherpa 3 по цене брендов в РФ не самая лучшая идея. К охлаждению тоже стоит отнестись серьезней. Да, сам i5 сложно назвать горячим. Но вот при апгрейде в будущем на Core i7 хороший кулер уже не помешает. Так что смотрим на решение с 5-6 теплотрубками, способными отвести 200 ватт. Брать тут изделия китайских мастеров не стоит, они на это не способны. За брендовую супер башню придется выложить в районе 4 тысяч рублей. А вот память можно взять ту же. Комплект на 16 гигабайт двумя модулями с частотой в 3200 или 3600 МГц. Выше брать нет смысла, придется играть с передачами, что негативно скажется на задержке итоговой производительности. В любом случае, на хорошей плате с B660 будет 4 слота, так что довести объем до 32, если вам это зачем-то в будущем понадобится, не будет проблемой. Плюсуем к нашей сборке те же 4 тысячи рублей. Вот мы и подошли к самому главному, видеокарте. Оптимальным вариантом является народная RTX 3060. Но возникает вопрос, где ее брать? С одной стороны на Озоны Али можно найти их за 27-29 тысяч, с другой такие карты будут идти от местных китайских вендоров и далеко не всегда новыми, хотя с коробками и даже в пленке. Увы, такие решения слишком хорошо подходили для майнинга, поэтому здесь китайцы муклюют по черному. И если нет желания ставить на кон свои честно заработанные, имеет смысл накинуть еще пятерку и взять точно новую карту в крупных российских магазинах, заодно и с гарантией в 3 года. SSD в этот раз можно взять сразу на 1 терабайт, SATA или NVMe для игр абсолютно не важно, стоят такие решения в среднем от 4 до 6 тысяч рублей. Остались блок питания и корпус. Рекомендации по последнему все те же, нужна продуваемость и хотя бы пару вертушек на вдув и выдув. Остальные фичи типа стекла или подсветки уже по желанию, плюсуем к бюджету еще 4 тысячи. А вот к блоку питания стоит отнестись максимально серьезно, особенно если в будущем планируете апгрейд на i7 и условный RTX 4070. Смотрите на качественные блоки на 650-700 Вт с хорошей элементной базой, защитами и высоким КПД. Таблицу БП оставлю в описании, но в среднем на такое решение придется потратить порядка 6-7 тысяч рублей. В итоге, как уже говорил ранее, такая сборка выйдет в 70-75 тысяч рублей. И в отличие от ПК за 50К, тут компромиссов уже нет. Любые игры в Full HD на Ultra даже с трассировкой пойдут без всяких проблем и есть запас на 3-4 года с учетом DLSS. К моему удивлению, сейчас в интернете можно найти готовые ПК с подобным железом не намного дороже. К тому же будет гарантия на все комплектующие. Да, SSD проще, как и блок питания, но если не хочется ждать доставки с Али и нужна гарантия, это неплохой вариант. Узнать, сколько стоит рекомендуемое железо можно в нашем сообществе ВКонтакте. В целом, стабильно невысокий курс доллара и конец майнинга снова дали возможность собрать добротный игровой ПК за адекватные деньги. Да, пускай не на самом свежем железе. Но в последнем в массовом сегменте сейчас нет смысла. С учетом того, что гонка между производителями только набирает обороты и создатели игры явно за ними не поспевают, спасибо консольщикам, сейчас можно заложить базу для отличного ПК, который в будущем можно будет легко апгрейдить. Если вы собрали компьютер на других связках процессора и видеокарты, напишите об этом в комментариях. Не забывайте про наши сообщества ВКонтакте и Телеги, все ссылочки будут в описании. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин, еще услышимся.